В общественном центре Стахановец почти домашняя обстановка. Общение с народными избранниками многостороннее. Депутат Пермско-городской думы Василий Кузнецов и ныне выбранный представлять интересы региона в Государственной думе Игорь Сапко делится с жителями результатами и планами работы и узнают о нуждах перемяков из первых уст. Я человек активный, надо я разберусь. А вот послушать новое, чем они занимаются, депутат, вообще не знал. Чем они так конкретно занимаются. А там вопросов миллионок. Я в следующий раз тоже приду. Как только услышу объявление, обязательно приду, посмотрю, что у нас изменилось. Если вот так вот отчитываться будут, замечательно. В районе это первая подобная встреча после выборной кампании. Сформирован новый состав Государственной думы и Пермско-городской думы. Системная связь с избирателями, да еще и с участием федеральных коллег, это основа грамотной работы депутатского корпуса, считает Василий Кузнецов. В целом это такое системное взаимодействие власти разных уровней, для того, чтобы более качественно, а самое главное быстро, решать вопросы своих жителей, избирателей. Думаю, что нам предстоит существенно поработать над вот этим форматом, для того, чтобы сделать его наиболее полноценным и работоспособным. У перемяков и жителей края есть реальная возможность участвовать в обсуждении инициатив, рассматриваемых на уровне Госдумы. На этой встрече ее депутат Игорь Сапко рассказал о законопроекте в сфере садоводчества и огородничества и предложил собравшимся пройти анкетирование. Мы начинаем рассматривать очень важный закон, который касается, по сути говоря, более 60 миллионов граждан Российской Федерации, связанный с темой садоводства, огородничества, дачного участка. И возможность проведения анкетирования среди моих земляков даст хороший потенциал для выступления 10 ноября на парламентских слушаниях, где мы будем более предметно обсуждать именно эту инициативу. По мнению Василия Кузнецова, прямое общение с жителями помогает депутатам держать руку на пульсе городской жизни, учитывать мнение земляков в своей парламентской работе.